Всем привет! Сегодня у нас день начинается с того, что мы едем на рынок покупать все нужное нам для того, чтобы сегодня жарить шашлыки. Мы сегодня будем праздновать Никитин день рождения. У него день рождения был в четверг, сегодня суббота. Ну, так как четверг рабочий день, хотя мы тоже отдохнули очень даже неплохо в четверг, но это было как-то так внепланово. То есть мы с его сотрудниками пошли сначала в боулинг поиграли, потом в баре посидели, ну и, короче, как-то так засиделись довольно допоздна. А сегодня мы решили пригласить всех друзей, собрать как бы компанию. Именно близких, кого хочется видеть на дне рождения и хорошо посидеть. Погода, правда, немножко испортилась. Как-то вот уже чувствуется осень, к сожалению. И хотя светит солнышко, вот мы как бы легко одеты, понятное дело, но вот уже и вечера холодные. И вот просто вот, как Никита говорит, смотришь в окно и уже чувствуешь, что вот осень. Уже вот где-то там она совсем близко. Эх, ладно, мы, в общем-то, погнали, увидимся с вами позже. Итак, уже немножко позже у нас уже шашлык маринуется, солугуни я тоже нарезала для того, чтобы в лаваш потом тоже класть и запекать так. Еще там какие-то овощи, фрукты тоже. Вот сейчас вот Никита приехал, ездил в супермаркет, там еще накупил всяких колбасок. Короче говоря, у нас сегодня такая программа максимум. И хочу вам еще тоже показать, мы, наконец-то, купили духовку. Духовку не такую полноценную, как духовой шкаф, для того, что, ну, встроенный, грубо говоря. А купили переносную, потому что очень, конечно, нам не хватало блюд таких именно запеченных. Потому что, когда мы жили на предыдущей квартире, у нас там была духовка, и я постоянно что-то запекала. Сюда мы въехали, и не было духовки. И как-то мы сначала вроде как ее не хватало, а потом уже привыкли готовить другие блюда. И вот сейчас, вот особенно летом, когда столько много овощей и столько много всего можно интересного сделать, мы, в общем-то, уже не выдержали, решили, надо срочно покупать духовку для того, чтобы постоянно что-то запекать. И, в общем-то, наконец-то я уже выбрала. Мы купили, кстати, относительно недорогую, но я выбирала по отзывам. И отзывы были очень классные в этой духовке. Сейчас вам покажу. И, кстати, тут Никита уже сидит, выбирает блюдо, которое он хочет, чтобы я готовила. Вот, например, лосось запеченный в духовке. Что еще у тебя в списке? Из того, что я хотел бы, мне кажется... Ленивая запеканка какая-то. Ну, наверное, тоже еще это, но мне кажется, это вот это. Ну, это без духовки, наверное, мне кажется. Вот здесь запечу. Мне вообще это очень хочется. Так капреза, это же салат, грубо говоря. Очень хочется запеченного... Запеченного капреза. Ясно. Ну, ладно, пошли распаковывать. Пошли. Вот, мы купили вот такую вот печь, которая называется Dex DTO 200. Она электрический у нее принцип, то есть она полностью электрическая, с нагревательными элементами снизу и сверху. Ну, отзывы были у нее очень хорошие. Это недорогая печка, поэтому сейчас, в общем-то, посмотрим, как она выглядит. Ой, блин, а тут ее просто надо заставать. Хочешь, я заставу? Давай. Здесь это крутилки температуры, судя по всему. То есть, начиная от 60 до 230 можно выставлять температуру. Вот это... А, это что? А, это нагревательные элементы, которые включаешь в верхний, нижний или оба. А вот это время. Да. Таймер. И вот, собственно, она вот такая вот тут открывается. Ой, засветилась немножко. Это, наверное, противень, да? Да. О, класс. Такой, кстати, очень небольшой. Я думала, он будет побольше. Надо, наверное, будет найти что-то по размеру, чтобы подходило. Оно вот как-то вот так вот, судя по всему. А, нет. Это вставляется, наверное, на решетку. Вставляется решетка. А на решетку уже ставится вот эта штука. Ой, нет, что-то неправильно. Наоборот. Да. Да, наоборот. Вот, и вот как-то вот так. Да, эта штука, чтобы доставать было удобно. Не, это, наверное, вот этот противень доставать. Да. Класс. Ну что. Так, еще проблема заключается в том, куда ее определить. Потому что здесь микроволновка. Кстати, многие говорят, что эта духовка замещает микроволновку. Она менее вредная из-за того, что нет вот этих волн. А именно вот нагревательным элементом нагревает. Поэтому, может быть, мы уберем микроволновку. Пока не знаю. Но я думаю, надо вот эту часть разобрать и сюда поставить. Как ты думаешь? Здесь у меня пароварка стоит. Ее надо оставить точно. Ну, а вот вместо вот этого можно попробовать сейчас поставить духовку. Короче, пока мы определили нашу духовку вот сюда. В принципе, она занимает очень много рабочей поверхности. Вот место там, где я именно готовлю. Но ее, по сути, больше вообще некуда разместить. Потому что она мариновала себе курицу. Ну, еще не замариновала. Это я просто приправила ее. Сейчас еще Никита принесет этот, как его, господи, кефир. Я залью это кефиром. И вот именно в таком вот, как бы, маринаде, да, в кавычках, очень быстро курица или индейка маринуется. Поэтому буквально там, ну, полчаса, час максимум. И мясо очень мягкое, вкусное получается. И я, кстати, упоминала уже как-то в видео о том, что мясо я не ем. И много посыпалось вопросов насчет того, стала ли я вегетарианкой. Почему так резко? То есть, какая была причина? Я, кстати, об этом не рассказывала. Но расскажу, потому что, может быть, это будет кому-то полезным. Потому что я не стала вегетарианкой, не стала там веганом и так далее, и тому подобное. Потому что я всегда любила мясо, я всегда его ела. У меня в семье всегда ели мясо. То есть, у меня, я была воспитана мясоедом, грубо говоря. И мясо, по сути, я всегда ела очень много. Первый звоночек, который сказал мне о том, что мясо это не совсем моя еда, был, ну, лет, наверное, 6 назад. Который я, кстати, успешно проигнорировала. Потому что у меня по телу начали возникать такие, как пятна, которые были по виду, как аллергия. Я как только эту аллергию не лечила, я не могла понять, что это такое. В итоге я попала к хорошему врачу, который мне сказал, что вот эти пятна у меня появляются из-за того, что у меня очень низкая кислотность в желудке. Соответственно, я просто не могу мясо переваривать. Вот как нормальные люди мясо переваривают. У меня оно просто транзитом проходит. И как бы я от него ничего толком не получаю от этого мяса. И поэтому постоянно я чувствую тяжесть в желудке. Постоянно мне от него не очень хорошо на следующий день. Но я тогда, естественно, прошла курс лечения. Мне стало гораздо лучше. И я как-то вот на вот эти все 6 лет забыла, в общем-то, о том, что мясо мне лучше не кушать. И второй уже такой не то чтобы звоночек, но уже прям такой нокаутирующий удар я получила относительно недавно, когда выясняла, в общем-то, что с моими коленями. Потому что я уже рассказывала как-то, ну, во многих я видео рассказывала, что 3 года у меня уже очень сильно болят суставы, в основном колени. И бывают дни, когда болят просто абсолютно все суставы, вот все суставы, которые есть. Начиная от всех вот даже пальчиков, вот все пальцы болят, кисти, локти. Ну, все абсолютно болит. И я уже сдавала какие угодно анализы я и на ревматизм, и на всякие артриты, артрозы. Там столько всего было, в общем-то, даже не счесть. И в итоге опять попав к хорошему врачу, выясняется, что у меня в крови очень-очень-очень высокий уровень мочевой кислоты. Мочевая кислота вырабатывается в первую очередь у людей, которые едят много мяса, употребляют много алкоголя и шоколада. И это вот три вещи, от которых мне врач сказал отказаться сразу. То есть он говорит, у тебя очень высокая, прям, ну, там реально какая-то очень высокая цифра была. И чем это чревато, то, что сначала начинают болеть абсолютно все суставы, чем дальше, тем хуже. И потом это все перерастает в мочекаменную болезнь. В общем-то, радостей там просто зашибись сколько много. Ну, тем не менее. И он мне сказал, в общем-то, я тебе выписываю лечение, тебе станет полегче, но если ты реально хочешь, чтобы, ну, как бы это все прошло, оно чуть-чуть надо, чтобы оно вывелось из организма, поэтому, как бы, мясо, это вообще нифига не твоя еда. Ну, я потом в интернете еще вычитала, что там еще много от чего надо отказываться. Ну, так, в принципе, от таких продуктов, которые я, ну, и так особо не ем. Там разрешается вроде выпечка, но шоколад, вот именно шоколад, есть нельзя, что я тоже, как бы, не ем. Я в последнее время ем какие-то круассаны, вот такое вот что-то сладенькое все равно себе оставила. От мяса нужно отказаться именно красного, то есть свинина и говядина. Ну, баранина там и так далее, там, телятина, ну, все, в общем-то, все виды красного мяса. Разрешается курица, индюшка, кролик, ну, такие очень диетические виды мяса. Поэтому вот это я сейчас и ем. И сначала я думала, вот как-то не пойдет, наверное, мне эта диета, потому что я всегда была очень сильным мясоедом. Я любила шашлыки, я любила стейки, я любила всякие бургеры. В общем-то, это моя самая любимая еда была. И у меня вот, я прошла вот это лечение, у меня колени все равно болели, продолжали. Каждый день у меня болели колени. И я перестала есть мясо, и где-то через месяц вот я проснулась и поняла, что колени у меня не болят. Я офигела просто, потому что три года ежедневной, ну, ежедневной, грубо говоря, боли вставок. И тут я просыпаюсь и понимаю, что они у меня не болят. И я не знаю, как так получилось, но мне вот реально мяса не хочется просто. Я думала, для меня это будет очень сложный переход, но на самом деле он вообще случился вот как-то вот так вот. Мне абсолютно его не хочется. Я сейчас, вот вы видели, да, мы покупали мясо для шашлыков. То есть, понятно, я его готовлю для Никиты, там, для гостей, там, я не знаю, куда там мы ходим, все заказывают мясо. Я себе заказываю курицу, индюшку, что-то такое. И вот мне действительно стало лучше. Я не знаю, с этим связано или не с этим, что поменялось. Но мне кажется, что все-таки с этим, потому что разница колоссальная. Я намного лучше себя стала чувствовать и скрещу пальцы, надеюсь, что так будет и дальше. Весь процесс у нас уже идет полным ходом. Сейчас вот там вот зона, где жарят шашлык, а там дальше мы поставили столик. И уже первые шаштыки уже мы начали кушать. Давайте сейчас подкрытемся, посмотрим. Меня, наверное, вообще не видно, но, в общем-то, я здесь. А вечер у нас уже заканчивается, вот мы разожгли просто костер. И сейчас вокруг костра сидим, общаемся и наслаждаемся последними теплыми деньками. И, наверное, на этом буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующих моих видео. Обязательно поставьте мне палец вверх, если вам это понравилось видео. И до встречи в новых моих видео. Пока-пока.